Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули в гости. Для тех, кто сделал это впервые, меня зовут Алла. Дорогие мои, сегодня будет масочка, натуральная маска, причем с очень простым ингредиентом. Недаром я назвала так видео, да, красота с грядки. Но масочка будет буквально пару минут спустя. Сейчас я хочу поделиться с вами кое-какой информацией. Я буду признательна, если вы меня послушаете. Дорогие мои, недавно, вот буквально на днях, я получила письмо по электронной почте от некого Виктора Ковалева. Что он мне пишет? Здравствуйте, Алла, меня зовут Витек, мне 14 лет, я из города Умска, увлекаюсь игрой на скрипке. Родился и вырос в многодетной семье, сейчас активно выступаем с братом, играем везде на улице, если куда-то пригласят. У меня есть мечта выпустить несколько дисков и проехать с концертами по миру. Конечно, неизвестно, исполнится ли она, но я буду стараться. Возможно, это письмо прочитает один человек из тысячи. Я не прошу денег или еще что-то, но мне нужна поддержка моего канала на YouTube. Если вы сможете информационно поддержать мой канал, то я буду очень рад. Если нет, то ничего страшного. Если у вас есть любимая песня, запишем ее для вас. С уважением, из города Омска, Витек. И ссылка на канал. Видите, да, канал действительно, можно сказать, что уже набирает популярность. Действительно, я посмотрела и послушала несколько из видео, которые загружены. Реально, ребята очень стараются. Я не могу сказать, что они, конечно, профессионалы, но приятно их стремление, по крайней мере, реализовать свою мечту. Вот, в связи с чем я, вы знаете, я ему ничего не ответила. Но для себя решила, что мне нетрудно рассказать об этом мальчике и об этом канале вам. А вы уже сами решите, захотите вы поддержать его или нет. Это будет уже ваше решение. По крайней мере, я до вас донесу эту информацию. И, по крайней мере, совесть моя будет чиста. Потому что я приветствую такие начинания. К сожалению, времена сейчас дикие, что дети даже должны быть предприимчивы для того, чтобы достичь чего-то в этой жизни. Времена страшные, понимаете? Нам было проще в детстве. У нас были какие-то и кружки, и музыкальные школы, и доступные, и бесплатные. Сейчас, к сожалению, за все надо платить. И если у ребенка есть стремление, да, если вот они с братом каким-то образом скооперировались и тратят силы, тратят свои какие-то вот душевные затраты идут у них, ну почему бы не помочь, да? Я желаю тебе, Витек, я уверена, что ты вряд ли посмотришь, конечно, мое видео, но я желаю тебе, чтобы у тебя все получилось в этой жизни. Все, я донесла до вас эту информацию. Так, ну все, а теперь приступаем к маске. Как я уже сказала, основной ингредиент этой маски очень доступный овощ, который растет у каждого, я думаю, садовода-любителя. Вот, я, правда, не в курсе, понимаете, я далека от этих огородных дел. Не знаю, вырос этот овощ уже или не вырос. Делитесь, речь идет о морковке, девочки, просто о морковке, обычной моркови. Я покупаю все это дело на рынке, но у кого есть свои какие-то участки, огороды, вам повезло больше, потому что, конечно, качество того, что растет у вас на приусадебных участках, на порядок лучше и на порядок выше, чем, я так думаю, чем качество тех овощей, которые мы покупаем где-то. Вот, поэтому, значит, говорить не буду я много о пользе морковки. Прежде всего, она является шикарным антиоксидантом. Она замедляет старение, в ней очень много витамина А. Ну, в общем, если интересно, из чего и как я ее делаю, давайте смотреть. И для этой масочки нам понадобится одна морковка, ну, небольшая совершенно, потом чайная ложка сметаны, но, опять же, всегда призываю, берите пожирнее. И растительное масло, в моем случае, это оливковое, девочки, можно взять любое. Хорошо бы, конечно, воспользоваться соковыжималкой, но если ее нет, можно прибегнуть к старому дедовскому способу, а именно натереть на мелкой терке морковку и потом отжать ее вот таким образом через марлечку. Тем более, что для приготовления этой маски нам понадобится всего 2 чайных ложки морковного сока. Значит, к 1 чайной ложке сметаны я добавляю 2 чайных ложки морковного сока и пол чайной ложки растительного масла. Далее я все это перемешиваю до однородной консистенции. Получается вот такая красивая янтарная у нас масса. Вот. Ну и, собственно, потом в обычном режиме по массажным линиям наношу на лицо, оставляю где-то там на 15-20 минут и радуюсь потом результату. Ну вот, мои хорошие, видите, как все просто и легко. И реально потрясающий эффект после этой маски. Я никогда не наношу никаких ухаживающих дальнейших кремов, сывороток, потому что кожа чувствует себя великолепно. Я делаю эту маску на ночь. Вот. И мне кажется, что даже еще вот какое-то продолжение работает она еще ночью, потому что с утра кожа просто волшебная. Да она уже даже после маски. Вы когда смоете, вы почувствуете большую разницу между тем, что было до и что после. По поводу аллергии, ну, дорогие мои, я не знаю. Ну, попробуйте, конечно. Сомневаюсь я, что морковка может вызвать какие-то аллергические реакции. Ну, слушайте, всякое бывает. Все. Держу я ее 15-20 минут. Смываю сначала теплой, потом прохладной водой. И чувствую себя невероятно довольной. Все. Спасибо большое, что вы меня сегодня посмотрели. Я на этом с вами прощаюсь, правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok